Актеры, служащие в театре романа Виктика, коллеги и самые близкие, собрались для того, чтобы вспомнить народного артиста. У Виктика на счету десятки, если не сотни работ, и какой бы историей он ни прикасался, в центре любой его постановки всегда человек, ищущий, страдающий и одинокий. Он был одним из тех, кто воскресил театр после перестройки и заново открыл красоту человеческого тела. Он первым познакомил российскую публику с таким драматургом, как Деннесси Уильямс, через пьесу «Татуированная роза». Вспомни, идут захваты. Отправляйтесь. Отправляйтесь, все равно вам такого не дано. И пусть на улице вас забросают пакеты без грязной воды, а мне хватит воспоминаний о величине, который был только и больше не знаменит. Здесь, на встрече «Московском доме книги», актеры и близкие режиссеры не раз говорили о том, что он был человеком Серебряного века. Это четко отражалось в его отношении к жизни и спектаклях. Он всегда затрагивал сложные вещи, проблемы в обществе, не напрямую, но в социуме, в политике. И мне кажется, этот век, он наиболее отражает все это. Не стыдно ли жизнь, судьбу чужую нам представлять в своем лице? Я мертв, но видно, что дышу я, убит и кланюсь в конце. Для своих актеров Роман Виктюк всегда был и будет отцом, который когда-то открыл двери в мир театра и искусства. С первой встречи до конца он был главной опорой и вдохновением. Он меня поразил своей нежностью, любовью, искренностью, добротой. Потом сумасшедшей фантазией и своим гением. Просто он был абсолютно предельно честен с артистами и верил в какую-то вот такую черту, изюминку и какую-то высокую ноту в каждом из своих артистов. И поэтому это помогало самим артистам как-то поверить, может быть, в себя. Он кричал «гений», мог крикнуть «бездарность», потом опять сказать «гений». И это было самое интересное на репетициях всего. Он всю жизнь был разным, неординарным и эксцентричным. И, как говорил сам маэстро, главное в режиссерском ремесле – способность видеть сердцем, любить и быть открытым миру.